Шалом. Ишоа был арестован ночью после пасхального ужина с двенадцатью апостолами в Кефсиманском саду в Иерусалиме. Шалом. Перед своим самым арестом он испытал лагонию, во время которой трижды молился Богу. Первая его молитва была такая. «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты». Во второй раз он помолился так. «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя». В третий раз, как пишет Матфея, он помолился теми же словами, что и перед этим. В этой молитве Ишоа, совершенно очевидно, просит Бога о том, чтобы некая чаша миновала его. На вопрос о том, что это за чаша, традиционный ответ – чаша гнева Божьего, которая ему предстояло испить на кресте. Но тогда напрашивается следующий вопрос. Разве Ишоа не пришел именно для того, чтобы испить эту чашу? Разве не в этом состоял весь план Божий, чтобы Ишоа пошел на крест, как жертва за наши грехи? А коли в этом, почему же он в последнюю минуту, можно сказать, как будто колеблется и выражает свое нежелание страдать и умирать? На этом нам говорили, что в этот момент, в этот самый момент мы можем лучше всего увидеть, что Господь наш человек. Самый настоящий человек, который не хочет умирать, по-человечески не хочет умирать, хочет жить. Что вот тут, дескать, мы видим лучше всего, что у нас первосвященник есть, который действительно понимает нас, слабых и грешных людей. Что и у него в жизни был момент слабости и колебания. Что у него была плотность, не желавшая страдать, и он совершенно откровенно говорил Богу обо всем, что чувствовал. При этом, разумеется, не настаивая на своих желаниях, но подчиняя и вверяя их Богу. Ведь последние слова его молитвы «Да будет воля твоя». То есть он лишь озвучивает свои желания и колебания, чувства, но не ставит их во главу угла. Хороший пример для нас, который Бог почтил, ведь в конце-то концов, после третьей молитвы, Ешуа встал и пошел исполнять волю Божью, а не убежал к маме. Я придерживался этого очень распространенного толкования до недавнего времени, пока не познакомился с другим, менее известным, но, на мой взгляд, намного более разумным. Но прежде чем поделиться им с вами, пару слов о том, почему традиционное толкование проблематично. Если Ешуа просит отца позволить ему не умирать, он фактически молится против известной ему воли Божьей. Да, он не настаивает на своем. Однако факт остается фактом. Он начинает переговоры с Богом. Причем предмет этих переговоров не исцеление очередного больного или изгнание очередного беса из кого-то. Нет, речь идет об искуплении человечества, о главной цели его жизни и его миссии на земле. Он прекрасно знает, что именно ради этого он послал. Он говорит ученикам о своих грядущих страданиях и смерти. Более того, когда Петр, осознав, чем тут пахнет, начинает его отговаривать от этого плана, Ешуа отчитывает его довольно резко. Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое. Соблазн – это возможность согрешить, возможность, то есть приступить волю Божью. Что же получается? Ешуа отчитывает Петра за то, что у того на уме чисто человеческое, а не Божье, а сам не только думает об этом, но и не стесняется высказать свои чисто человеческие желания Богу в молитве прошения. То есть это ведь, пардон, полновесный уже грех, который нисколько не смягчается последующим этим реверансом «не моя воля, но твоя». Ты знаешь, что твои желания противоречат воле Божьей. Ты хотя бы уж не проси Бога дать тебе желаемое в таком случае, попроси Его укрепить тебя, чтобы тебе хотеть того, чего хочет сам Бог, чтобы твоя воля была в гармонии с Его волей, чтобы ты исполнял Его волю не в качестве одолжения при этом, которое ты делаешь Богу, а от всего сердца. Казалось бы. Так что вот первая проблема с таким пониманием чаши. В том, что оно превращает Ишуа, это понимание, в грешника в этот момент. Он выступает перед нами в этом случае не просто человеком, а человеком, не желающим исполнять волю Божью. А это противоречит всему остальному, что Писание говорит о его отношении с отцом. Особенно ясно мы видим его полное единство с отцом в Евангелии от Иоанна, где читаем, например, такие слова. Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить, закончить, довести до конца дело его. Пища, воля Божья для него, как для нас, пища, источник жизни, энергии, сил. Соответственно, все, что противоречит воле Божьей, отрава. Еще одно высказывание о том же. Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Божью, но волю пославшего меня Отца. Эти и многие другие подобные высказания совершенно не вяжутся с обликом Ишуа, который нам рисует традиционное понимание молитвы о том, чтобы не пить чашу. Мы продолжим разговор о чаше через неделю. Спасибо. Спасибо. Спасибо.